Так, дорогие друзья, боевые товарищи, у нас сегодня не только праздничный день, потому что день ракетных войск и артиллерии, но не впервые здесь уже была. Я думаю, что для всех мужиков это действительно любимая актриса. Женщина её тоже знает. Но я хочу сказать, что мало среди людей творческих всё-таки так тесно связанных с авторской песнью. Именно с авторской. Вот Лариса Анатольевна Лужина, которую, я прошу, Ларисочка, если можно, выдвигайтесь сюда. Ей посвящал песни Владимир Высоцкий, если помните фильм «Вертикаль», «Но что и до меня она была в Париже» и так далее. Ей посвящал стихи Булат Шалович Акуджава, «Чёрное море», да, Лариса? Я очень хочу, чтобы мы увидели и почувствовали близость. Я уж не говорю, что Лариса. Любимый мой фильм – это, как ни странно, не «На семи ветрах», а «Доктор Шлютер», где вы играли и Еву, и дочку. И я думаю, вот было бы счастье, знаешь, в юности, любить маму и потом любить дочку. Но это не удалось, но с мамой мы можем... Ларисочка, если можно, скажите ворусу. Спасибо большое. Спасибо большое, вы знаете. Спасибо, во-первых, то, что «Доктор Шлютер» вспомнили. Об этом уже никто не знает и не помнит, к сожалению. Но картина была очень хорошая, очень жалко. Прямо можно было бы и сейчас показывать, как сериальный такой фильм. И действительно хороший был фильм. Ну, что делать? Ну, не показывать, не показывать. Спасибо, Виктор, большое за это. Вы знаете, я хочу... Я действительно не первый раз в «Глухаре». И спасибо, что меня вытащили сегодня к вам. Потому что как бы я вернула свою юность, что ли, свою молодость, потому что 60-е, 70-е годы, золотой такой был век, когда действительно песня авторская, она была очень в почёте, все любили, у всех были гитары. И везде, в каждом доме, когда где-то собирались компании, это всегда была гитара, и всегда был кто-то, единственный исполнитель своих авторских песен. Это всегда было... Я всегда учила своих вот внуков всё. Хочу сказать, возьмите гитару. У меня трое внуков. Ну, научитесь петь. Вы знаете, вы будете... Все девчонки будут ваши. Потому что я вспоминаю, когда Володя Высоцкий садился вот так вот, ну, невзначный, невзрачный внешний, кто помнит невысокого росточка, вот так особо сразу на него внимание ты не обратишь. Ну, Виктор, в отличие от него, он, видите, какой красавец. А вот Володя был как-то так. И, ну, когда Володя брал в руки гитару и начинал петь, то уже просто взгляд от него нельзя было отвести. Так же, как от Булата Шалыча Куджавы тоже. Потому что они покоряли вот своим, своей душой, своим голосом. Не знаю, своим даже каким... Они становились красавцами. И в них, конечно, влюблялись. И я, поэтому, я говорю, я вернулась как бы в свою молодость, потому что я помню Володина выступление, помню Булата Шалыча выступление. Я вообще с ним ходила... Он меня целый год водил за руку по всем своим встречам, которые проходили в таких небольших кафе тоже. Я помню, вот напротив МХАТа, там Камергерский переул проезд, и там было такое кафе. Там обычно молодежь собиралась. Я помню, как вот так вот сидели прямо на ступеньках, студенты собирались. Вот с Булат Шалычем я приходила туда. А Володя обычно, он тогда был запрещенный в эти 60-е годы. И действительно, он только мог петь. Вот, слава Богу, сейчас есть возможность есть выйти вот так вот в хорошее помещение на сцену. А тогда этой возможности, к сожалению, у того же Высоцкого не было. И только благодаря компаниям, своим друзьям, где он мог брать гитару в руки и исполнять свои песни. А до сих пор помню, когда он приезжал ко мне на Удальцова, это еще до вертикали, мы уже снимали как раз этот фильм, там мы подружились, собственно. И он пел, как раз написал эти песни, порвали парус, каюсь, 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 вот эти вот все потом, ну, тау-ки-та, ну, вообще все его там известные вещи. И они были такие достаточно мощные. Когда он пел там, спасите наши души, мы гибнем от удушья, спешите к нам. Он это делал, я жила на 10 этаже, он пел в такой полной, но, естественно, он не мог петь. Вот как и все барты и исполнители своих песен, они же не могут просто так взять и через губу исполнить свою песню. Это не получится. Каждый раз выходит человек, берет в руки гитару, берет микрофон, он поет это с душой, понимаете? Это душа, это ощущается. Сегодня мы это тоже чувствовали, сидя сейчас вот здесь, в этом помещении, как Витя выступал, понимаете? И вот я помню, как Володя пел, он, конечно, июль месяц у нас открыт был балкон, а еще тогда мало знали Высоцкого, он еще был нелегален, поэтому никто, так сказать, только друзья знали, как он поет. А у меня две бабушки жили подо мной тогда. Ну, сейчас, ну, бабушки, ну, и сейчас, может, я бы так их не назвала, но, в общем, они бабушки были тогда для меня. И они, значит, не могли понять, что там кто-то орет, благим матом, вообще громким голосом, чего-то кричит. И они на меня написали, в суд подали на меня, в товарищ, у нас кооператив был, и меня подали в товарищеский суд на меня за то, что Володя Высоцкий у меня дома исполнял песни. Потом, когда прошло время, когда Володя стал, когда вышел Вертикаль, когда он стал уже легально, звучали его песни, они потом подходили ко мне и говорили, а нельзя ли послушать еще Владимира Высоцкого? Я говорю, вот теперь, ребятки, уже поздно, милые мои бабушки, поздно. Вы знаете, я вот и до сих пор вспоминаю эту Бардовскую, вот те песни, понимаете, сейчас, конечно, как бы все это ушло немножко, а вот тогда они жили. Я до сих пор, у меня звучит почему-то в голове, ах, душа так, что моя косолапая, что ты болишь, что душа кровью капая, кровью капая, да пыль дорожная, не случиться со мной невозможно. Это, по-моему, Юлий Клим, да? Ким был, это его песня, да, Юлия Кима. Также желтый, я помню, по мосту идет оранжевый кот. Вот помните, все эти Бардовские, те песни были, а у Володи какая была песня хорошая. Вот вы сегодня начали про Родину, про Россию, про Русь, о том, что сейчас происходит, а у Володи есть такая песня, я только одну строчку запомню, я полностью не помню, когда он получает треугольничек, солдат получает, идет в атаку, должны идти, брать высоту, и получает он, солдат получает письмо из дома, треугольник, и в этом треугольнике было написано, что девушка от него уходит, что она встретила другого, любимого человека, влюбилась, и она, так сказать, уходит от него, и у нее есть такие строчки, за минуту до смерти, в треугольном конверте, пулевое ранение он получил. Вот что, значит, сила, вот сила, вот это, я когда слушала песню Володину, это вот мороз по коже и слезы наворачиваются на глаза, понимаете, я очень завидую авторским, исполнителям авторских песен, потому что эти люди, вот живопись, живописцы, композиторы, поэты, это люди свободные, понимаете, мы артисты, подневольные, мы крепостные, у нас этой свободы нет, мы все равно зависимы все, а вы свободны, вы находитесь в таком согласии друг с другом, комфортно чувствовать себя в одиночестве, понимаете, сами собой, и вы можете заниматься другой профессией, но приходите домой, когда вы стоите сами с собой, вы берете карандаш, бумагу, вы начинаете переживать то, что вы, может быть, сегодня увидели, то, что встретили, то, что прочитали, то, что происходит, вы можете выразить свои отношения ко всему, что происходит в сегодняшний день, вот можно все сказать, понимаете, это ваша душа. И все эти песни написаны духовно, от души, от сердца. Почему они воспринимаются действительно людьми? И сегодня здесь, смотрите, пришли люди, которые... Мы чувствуем себя как в одной семье. Понимаете, это не фанатизм какой-то, когда эстрада, шоу-бизнес, когда кричат, орут, благематом, не понимая, что там поет на сцене. Но зато идет такой какой-то заряд непонятный, совершенно не очень здоровый. А здесь ты отдыхаешь. Ты отдыхаешь и соприкасаешься с вашей же душой. Почему говорят, что это же прекрасно, потому что вот иконы наши тоже написаны духовно. Понимаете, они души перед ними можно молиться. А перед живописью, наверное, итальянцев, перед даже возрождением, перед ними молиться нельзя. Их можно только воспринимать как произведение, да, как живопись, как потрясающее произведение. А наши иконы, это духовные. Также и вот ваши песни авторские, они тоже очень духовные песни. Я хочу всех поздравить сегодня с тем, что вы слушаете вот прекрасного, прекрасного. Он хотел, говорит, не надо обо мне ничего говорить, но я все равно скажу, потому что действительно прекрасного исполнителя и автора. И дай Бог, я хочу просто, поскольку здесь сидят люди разных профессий, и знаете, вот есть такой, я очень люблю, у нас есть такой хороший поэт, слава Богу, по-моему, он еще жив, и дай Бог ему здоровья, Виктор Боков. Виктор Боков. У него есть такое хорошее стихотворение, я его безумно люблю. «Жизнь – ужасная штука, если о ней помыслить. То тебя повесят, то тебя повысят, то тебя в генералы, а то тебя в рядовые, то тебе гонорары, а то тебе чаевые, то тебе Франкфурт и Дрезден, а то наоборот, сунут в какую-то бездну к жабам полесских болот. И все-таки жизнь – это чудо, а чудо не запретишь. Да здравствует амплитуда, то падаешь, то летишь». Визенька, полетов вам только высоких. И всем вам спасибо, всего вам доброго. Спасибо большое. Удачи. Поподожди, я попаду.